Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что изменится в сфере имущественных налогов? Кто может рассчитывать на льготы и какова ответственность за несвоевременную оплату? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Глеб Ружковский. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Глеб Александрович. Добрый вечер. Ну, нашу тему в общем сегодня можно назвать так. Имущественные налоги в деталях. Скажите, пожалуйста, что же это за налоги? Вообще, за что мы платим? На территории Российской Федерации, в принципе, как на территории Самарской области физические лица у нас уплачивают ряд налогов. Если говорить об имущественных налогах, то это земля, налог на землю, транспортный налог и налог на имущество физических лиц. То есть мы платим за то, что у нас в личной собственности, в честной? Ну, по сути, да. Купил машину, квартиру, дачу с домом. Начинаешь платить. Ну, еще, конечно, в связи лиц удерживается налог на доходы. Соответственно, если вы работаете, удерживаете с работодателем, если вы работаете на себя, там, как индивидуальный предприниматель, к примеру, то вы сами его выплачиваете за себя. Ну, сегодня как бы остановимся именно на трех вот этих налогах. На транспорте, на имуществе и на земле. Вот еще такая важная тема. Не все отдают себе отчет и понимают, почему, собственно, так важна собираемость налогов. Нам кажется, что мы деньги отдаем, а куда дальше, что это распределяется и уходит, люди не понимают. Поэтому, может быть, и так относятся к оплате, вот, собственно говоря. На самом деле, вот, имущественные налоги, они для нас с вами, как для жителей Самарской области, для жителей города Самары, для жителей любого села, они, по сути, являются приоритетными и самыми важными. Потому что транспортный налог, он остается в региональном бюджете, то есть за счет него ремонтируются дороги на территории всей области, в том числе. А такие налоги, как земля и имущество, они остаются в местных бюджетах, соответственно, и служат основным источником их пополняемости. То есть, соответственно, все социальные программы, которые есть на уровне городов, на уровне сел, на уровне поселков, они в первую очередь осуществляются за счет поступления вот этих налогов. Поэтому каждый человек, который живет в своем городе, он должен думать, что если он не заплатил налог, то он сделал, в принципе, хуже, в первую очередь, для самого себя. Да. Вот транспортный, вы сказали, понятно. А что еще остается? И такое принципиально важно в суммарном отношении. Транспорт, земля и имущество. Это все остается в бюджете? Все, да. Нет, в региональном бюджете остается транспортный налог, а в местных муниципальных бюджетах остается имущество и земля. Понятно. Вот одно из нововведений, что все мы налогоплательщики, физические лица и, по-моему, юридические, должны до 1 октября уже оплатить налоги. Вот прошло с этой даты два месяца практически ровно. Скажите, пожалуйста, уже какие-то первые итоги можно подвести по собираемости? Насколько люди поняли вот эту дату, да, для себя осознали, что это дата уплаты и активизировались? На самом деле, да, у нас в этом году, в принципе, мы отмечаем значительный рост собираемости. Если говорить о собираемости на 1 декабря, то по налогу на имущество она составила 97,3%. По транспортному налогу это 84%, и, соответственно, по земельному налогу это около 80%. Это, в принципе, существенно выше показателей прошлого года. А вот у меня есть такая информация, самарцы не заплатили налог на имущество на общую сумму 24 миллиона рублей. Вот это 24, это сумма такая, как бы, в пределах нормы? Ну, если 24 миллиона по налогу на имущество, ну, к примеру, общее начисление налога это 510 миллионов. Ага, то есть от этой суммы, собственно говоря. Это, конечно, немало, особенно для какого-то муниципалитета, какого-то маленького села, но, тем не менее, в общей сумме это не так много. И сейчас уже, конечно, идет работа, чтобы добрать вот те недостающие проценты, соответственно, добрать те недостающие налоги. Вот вы сказали про единый день уплата налогов, да, он был 1 октября, но сейчас вот актуальная информация уже по следующему году, что этот день у нас переносится на 1 декабря. Так, опять новшество. То есть сдвинули, сдвинули в следующем году сроки уплаты имущества налогов на 1 декабря, вот 23 ноября, по-моему, принят закон, уступает силу, соответственно, ну, через месяц со дня официального опубликования. То есть в следующем году вот этот вот единый день уплаты, скажем так, он сдвигается на 1 декабря. То есть, чтобы люди, как говорится, в Новый год ушли уже без задолженностей по налогам. Ну, справедливости ради, если и 1 октября оплатить, то ты уже без задолженности в Новый год уйдешь. На самом деле, чем раньше оплатить, тем больше времени будет у людей, соответственно, у властей, скажем так, освоить эти деньги и что-то в этом году в текущем сделать. Глеб Александрович, к нам поступает уже первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Ольга Алексеевна интересуется, я пенсионерка, владею двумя, две трети, у меня две трети квартиры, общая площадь 54 квадратных метра. Какие льготы я буду иметь в 2016 по налогу на имущество? Ну, на самом деле, 2016 год, он для нас, скажем так, поворотный, потому что это первый год, когда налог на имущество будет исчисляться с кадастровой стоимости. Потому что до этого налог на имущество для физлиц исчислял, соответственно, с инвентаризационной. Что вообще такое кадастровая стоимость? Это стоимость, скажем так, приближенная к рыночной, то есть это стоимость, определенная на основании независимой оценки. И, соответственно, с 2016 года мы переходим к расчету имущества от налогов, начиная с кадастровой стоимости. Но следует отметить, что все льготы, которые были до этого, соответственно, льготы у пенсионеров на один объект недвижимости, хочу отметить. То есть если у пенсионера две квартиры, то за одну он налог на имущество не платит, за вторую он, соответственно, налог на имущество будет платить. Там льготы для ветеранов, ну, там, в принципе, широкий перечень льготных категорий, это все в открытом доступе есть, как на сайте ФНС, так и в правовых всяких инфляционных системах. Все эти льготы сохраняются. А то, что вот у Ольги Алексеевны две трети квартиры, это как-то повлияет на оплату? А общая площадь, вот, ну, не знаю, насколько это важно, 54 квартиры? Есть, размерная доля будет рассчитываться, плюс к этому еще на каждый объект недвижимости предусмотрен вычет. Соответственно, если это квартира, это 20 квадратных метров, то есть вы за 20 квадратных метров порциональной катастрофной стоимости платить не будете. Если у вас собственность комнаты, это 10 квадратных метров, соответственно, если у вас собственность и жилой дом, это 50 квадратных метров. То есть на один объект недвижимости вот этот вот, скажем так, вычет, он предоставляется всем гражданам, вне зависимости от категории льготников. А, ну, соответственно, для пенсионеров, если у нее одна квартира, то есть она, в принципе, ничего платить не будет. Вот, очень важно. Еще единственное, остановлюсь, у нас, в принципе, все льготы по имущественным налогам, они носят заявительный характер. Да, это не значит, что я вышла на пенсию и сижу, жду, когда с меня с ним налоги. Это не значит, что вы сидите и ждете, пока, да, у вас отменят налог. Вам нужно прийти в инспекцию по месту учета объекта недвижимости, написать собственноручное заявление и, соответственно, приложить документ, подтверждающий льготу, к примеру, пенсионное удостоверение. Без этого у нас просто нет правовых оснований вам эту льготу предоставить. Тоже люди, очень много обращений поступают, люди жалуются, вот я там пенсионерка, у меня там, собственно, машинка с маленьким, объемом двигателей, я, соответственно, а мне приходит обновление по транспортному налогу. Это происходит потому, что человек просто один раз не пришел в инспекцию и не написал заявление. Скажите, а вот потом, постфактум, уже можно вычесть? Вот, допустим, вышла на пенсию, не знала, что нужно идти в налоговую. Если представят, проведут перерасчет. Ну, это возможно, да? Можно написать заявление на перерасчет, опять же, да, не просто так это все произойдет. Понятно. Следующий вопрос Татьяна Васильевна задает. Нам не прислали налог на автомобиль, живу в Железнодорожном районе, что делать? Тоже очень интересный вопрос. В принципе, с 1 января 2015 года для всех налогоплательщиков предусмотрена обязанность. В случае, если у вас есть собственность объекта недвижимого имущества, транспортные средства, и на них не приходило и не приходит никогда налоговых уведомлений, то нужно, соответственно, представить заявление соответствующего образца в налоговый орган с приложением копии правоустанавливающих на этот объект документов. Соответственно, если это автомобиль, это транспортное средство, то это техпаспорт, там, ну, на квартиру, свидетельство о регистрации и так далее, и так далее. И, соответственно, это заявление на установленной форме, ему можно найти на сайте Федеральной налоговой службы, его нужно заполнить, либо собственноручно представить в инспекцию, либо направить с уведомлением заказным письмом, либо можно воспользоваться сервисом через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, через личный кабинет налогоплательщиков, физического лица. Еще очень важный момент хочу отметить. То есть, например, у вас с 13-го года машина, вам ни разу не приходил на нее налог. Вы подаете вот это вот извещение, установленное в форме, уведомление о наличии транспортного средства у вас, и вам налоговый орган исчисления начинает только с того периода, в котором вы его представили. То есть вам, по сути, прощают два года неуплату, неуплату транспорта, если вы лично представили. Эта возможность сохраняется до 31-го числа 2015-го года и распространяется на 16-й год, до 31-го числа 2016-го года. Если вы это не сделаете, и впоследствии налоговый орган установит наличие у вас объектов, то, во-первых, вам будет начислен 20-ти процентный штраф от суммы неуплаченного налога, и будет рассчитан налог за все три предшествующих периода. То есть нам законодатель дал такую возможность, как бы, пощерить добросовестных налогоплательщиков из лица, сообщить. То есть выгоднее быть честным. Выгоднее быть честным, да, потому что вот вы принесли в этом году, скажем так, вот это извещение, и вам с этого года уже, соответственно, начнут считать налог за транспортное средство. Вот Татьяна Васильевна указала свой район, ЖД район. Обязательно в районную инспекцию этого района идти, или можно, если проживает другой? Вы можете прийти в любой налоговый орган, сообщить о наличии в любом налоговом органе. Вот это тоже очень важно. Следующий вопрос. Почему по кадастровой стоимости облагается налогом, а при продаже дачи оплачивается по рыночной стоимости? Там же существует разница в цене в два, а то и в три раза. То есть вот, получается, при продаже по рыночной начисляется по кадастровой, облагается налог, а при продаже дачи оплачивается по рыночной стоимости. И существует же разница. Но между кадастровой и рыночной, наверное, не такая большая разница. Ну, во-первых, да, кадастровая – это стоимость, прерывальная к рыночной. Ну, и во-вторых, я, честно говоря, немножко, ну, вопрос, скажем так, я не сильно понял. Но если имеется в виду то, что налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости, то это, как говорится, со следующего года, если мы говорим про землю, то уже происходит исчисление. Я так понимаю, человек спрашивает, когда он хочет продать кому-то, то у него начинает предъявлять претензии, что у него стоимость как бы ниже рыночной. В принципе, вот законодатель у нас со следующего года ввел такое ограничение. Я вот просто, как бы, вопрос может быть к следующему году адресован. Там прописано, что вы, если вы продаете объект, приобретенный в 2016 году ниже 70% кадастровой стоимости этого объекта, то вам, соответственно, стоимость сделки приравнивают к кадастровой. И, соответственно, вы уплачиваете налог на доходы. Это сделано зачем? К примеру, вы купили квартиру, да, за миллион рублей. Она у вас в собственности пробыла там менее трех лет, и вы ее по факту, скажем так, за наличные денежные средства продаете за два, то есть должны заплатить налог на доходы. А по факту вы ее продаете, скажем так, там еще ниже стоимости ее и ничего не платите. То есть законодатель, опять-таки, чтобы уйти вот от этих теневых сделок, он ввел такое ограничение. Но это все со следующего года, только на те объекты недвижимости, которые, соответственно, приобретены и реализуются уже в последующих годах. Ну, много уже волнений, хотя вот кадастровый расчет, исходя из кадастровой стоимости, вводится в 2016-м, но уже люди волнуются, что будут платить больше суммарно налоги. Вот насколько это обосновано? Ну, на самом деле, это не совсем так. Я уже говорил про те вычеты, которые представляются для объектов недвижимости, исчлений, которых производится кадастровая стоимость. Плюс к этому там предусмотрена система понижающих коэффициентов. То есть вот в следующем году люди, в принципе, особых изменений, я думаю, не заметят. Ну, это уже позитивная информация. Следующий вопрос создает Геннадий Александрович. Письмо по транспортному налогу пришло 15 мая, отправлено 15 мая. Получил его 26 декабря. Что же, теперь у меня будет штраф, это же не моя вина. Вот когда такие несоответствия между уведомлением, да, наверное? Ну, это, на самом деле, наверное, вопрос больше к работе Почты России. Но у нас в законодательстве, в принципе, так построено, что каждый человек обязан уплатить этот налог, вне зависимости от того, уходил он на почту, получал его или нет. Потому что уведомления, в принципе, на почту приходят, они там лежат, и, как правило, люди просто их не идут и не забирают. Поэтому хочу прорекламировать еще раз удобный сервис, при котором не надо стоять в очередях за этими уведомлениями. Нужно только будет один раз прийти в инспекцию. Это сервис, личный кабинет налогоплательщиков из лица. Это альтернатива по ходу на почту? Это альтернатива по ходу везде, в принципе. То есть в чем суть сервиса? Вы заходите в интернет, там заполняете карточку, приходите один раз в инспекцию с паспортом и с копией свидетельства ННН для получения пароля. Почему нельзя это сделать дистанционно? Потому что, как вы понимаете, сведения о вашем имуществе, о вашем транспортном средстве и так далее, это является закрытой информацией, составляет налоговую тайну. Мы просто не можем без того, чтобы удостовериться, что вы это вы, скажем так, вам этот пароль предоставить. Вы однократно получаете пароль, и у вас открывается безграничный доступ к возможностям и к сервисам, которые есть на сайте. То есть вы можете распечатать сами налоговые уведомления в любое время, но, соответственно, после того, как они будут сформированы, формируются они, как правило, уже к апрелю месяца. То есть в следующем году, в 16 апреля, в мае, вы уже сможете, не дожидаясь почты, не ходя, не отстаивая в очередях, распечатать уведомления и пойти заплатить через банк. Там есть возможность заплатить напрямую с использованием банковских карт. Плюс к этому, там сейчас есть возможность представления деклараций по форме 3НДФЛ, причем тоже вам присваивается электронный ключ, электронно-цифровая подпись, тоже нажатие на кнопку после получения пароля, и, соответственно, вы уже не ходите в инспекцию даже представлять декларацию по форме 3НДФЛ. На самом деле это очень сильно удобно, это очень экономит время, потому что, ну, все люди, в принципе, я и сам хожу за этими уведомлениями на почту. Да, я вот тоже один раз пришла, и уже сказали, уничтожили уже. На самом деле у них ограниченный срок хранения этих уведомлений, во-первых. Когда я решилась, уже собралась. Во-вторых, да, не всегда до почтового отделения есть возможность доехать, потому что, как правило, бывает, что человек прописан в одном месте, проживает он в другом. Поэтому регистрируйтесь на сайте, приходите в инспекцию, получаете пароль. Единственный важный момент, если вы зарегистрировались, пришли, получили пароль, и не сменили его в течение одного месяца, у вас пароль сгорает. Еще раз нужно. Еще раз надо будет идти. То есть после того, как вы его получили, сразу заходите, меняете, и, соответственно, пользуетесь. Ну, там, я думаю, объяснят, наверное, что нужно. В инспекции, в принципе, все объяснят. Я думаю, вам помощи в смене пароля там могут оказать на месте. В принципе, у нас в области уже более 300 тысяч подключилось к этому сервису. Ну, в принципе, конечно, понимаете, у нас численность в области несколько больше. Поэтому для людей хотелось, в принципе, и Федеральная налоговая служба старается сделать все, чтобы платить на налоги было удобно, чтобы не надо было нигде стоять в очередях. Давайте, Глеб Александрович, подкрепим вашу информацию. Видео, которое, кстати, подготовило Управление Федеральной налоговой службы. Как узнать и оплатить свою задолженность. Там очень просто и конкретно все указано. Смотрим, а потом продолжим разговор. Здесь имеется подробная справочная информация, а также ссылка на сервис «Я хочу узнать свою задолженность». Войдите в свой личный кабинет. Для этого введите ИНН и пароль. Система выдаст информацию о всех ваших задолженностях и пенях по ним. Здесь же вы можете их оплатить. Отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить, и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Беркассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. Альтернативы и варианты есть. Все подробно рассказали. Следующие вопросы. Дача новосемейки на один участок. А нам присылают налог на две дачи, за два участка. С чего начать, чтобы доказать, что у нас всего один участок и одна дача? Вот уж действительно. Ну, на самом деле, просто вам нужно обратиться в налоговый орган по месту учета, где у вас зарегистрировано, написать туда обращение. Есть ли это новосемейки? Значит, там на месте где-то, да? Ну, просто я вот, честно, по районному распределению, ну, это, наверное, Красноярский район, скорее всего. Красноярский район. Скорее всего, Красный Яр. Там есть инспекция по Красному Яру. Она у нас межрайонная. То есть туда можно прийти, обратиться, написать заявление. Вам, соответственно, если приходят недостоверные сведения, вам внесут изменения в базу. Единственное, бывает проблема, что... А вычеты вот смогут потом вот за несправедливые такие вот требования или если... Конечно, 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 все пересчитают, если на самом деле ошиблись. Потому что нам сведения приходят из зарегистрировающих органов. Соответственно, если нам прислал там, когда строя палата прислала сведения, к примеру, там, о двух объектах недвижимости, мы, соответственно, исчисляем с двух. Там проблема может быть в чем? Проблема может быть либо в нашем расчете, что у нас какой-то сбой произошел в системе, либо что у нас действительно есть на этого человека два участка. Тогда, соответственно, если у него фактически в собственности один, ему уже необходимо обращаться в регистрирующие органы, чтобы они вносили сведения. И мы, соответственно, уже после того, как они нам выгрузят обновленные, все пересчитаем, соответственно, лишнего человека платить точно не будем. Понятно. Следующий вопрос. Вопрос мы с мужем пенсионеры Министерства обороны. В налоговой нам сказали, что пенсионеры не платят налоги, кроме транспортного, но пришел налог на дачу. Скажите, льготы распространяются на область, в частности, Сызранский район. Я живу в Сызране и за квартиру налог не плачу. Вопрос, я так понимаю, о земельном налоге. Дело в том, что именно земельный налог, он устанавливается, льгота по земельному налогу устанавливается муниципалитетами. Я, честно, не помню конкретно про Сызране, я не помню, но, в принципе, информация обо всех льготах, она, опять-таки, содержится на сайте Федеральной налоговой службы, там, соответственно, конкретно по району можно посмотреть. Мы льготы не устанавливаем, они устанавливаются именно муниципалитетами, то есть, к примеру, если в Самаре эта льгота есть, в Сызране ее вполне может и не быть. Понятно. Следующий вопрос. Моя мама, вдова участника войны, имеет дачу. Нам ни разу не прислали налог в течение пяти лет. А недавно прислали налог. Имеем ли мы на него льготу? Опять-таки, в зависимости от того, о каком налоге идет речь, если это налог на имущество, и, соответственно, то да, там есть льгота. Вопрос в том, опять-таки, подавалось ли заявление на получение этой льготы, и есть ли это заявление в налоговом органе. И, соответственно, если мы говорим о земле, опять-таки, это в зависимости от того, где этот земельный участок располагается. Да, в зависимости от района. В зависимости от района. В свою районную администрацию идти выяснять, получается, да? Можно никуда не ходить, можно зайти просто на сайт ФНС, а там конкретно по районам уже разложено, где есть льготы, а где нет. Следующий вопрос. Подскажите, до какого срока можно задекларировать имущество, которое находится за рубежом? Это будет спецдекларация? Вопрос про спецдекларацию на самом деле очень интересный. Это у нас правительство в рамках программы деофшеризации приняло этот закон, что в случае, если у человека есть имущество или, например, он владеет и является учредителем каких-либо организаций, либо у него есть счета и вклады в банках, то он до 31 декабря текущего года может представить так называемую спецдекларацию. Это спецдекларация, она представляется в любой налоговый орган, в том числе можно ее непосредственно представить в ФНС, она представляется физлицом либо лично, либо через представителя. Там, в принципе, на сайте ФНС, там есть специальная вкладка, где можно посмотреть форму этой декларации, там, в принципе, ничего сложного нету. Единственное, что она должна быть заполнена собственноручно. Вообще, зачем это сделано? Это сделано, в первую очередь, для защиты интересов граждан России. Соответственно, если у вас есть какое-то имущество и государство о нем знает, соответственно, государство может защитить ваши права в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, соответственно, с другим государством. А за рубеж, это вот то, что вне России имеется? Ну, то, что да, то, что за территорией Российской Федерации, да, в принципе, вы можете подать эту декларацию о наличии любого имущества, которое за территорией, не только имущества, но, соответственно, в вкладах. А если имущество вот не на территории, не за территорией России, а в соседней области, или, может быть, даже не в соседней, вот как в таком случае действовать? Там, купил дом в Анапе, и вот что делать? Ну, здесь никаких спецдеклараций не надо, здесь вам также просто налог этот будет за этот дом начисляться, и все. По месту жительства, да? Присылать вам будет все равно единое уведомление. А если не пришлют в связи вот с какими-то, то нужно все равно прийти и заявить об этом, да? В любой налоговый орган. Следующий вопрос. Мы планируем открыть семейный бизнес. Какие у нас есть риски? Курлевы. Бизнес вот и налоги, семейный еще бизнес, вот как все это может быть? И риски. Как все вот это вот связать и ответить? Ну, как бы, я думаю, что риски в бизнесе есть в любом. Все видят, какая экономическая ситуация. То есть, в принципе, прогореть можно, наверное, на любом деле, как и, соответственно, обогатиться. С точки зрения налогов, в принципе, рисков практически никаких. Сейчас количество проверок, оно сокращается. Тем более, новые предприятия и предприятия мало у бизнеса. Тем более, мы вообще практически выездными налоговыми проверками не проверяем. Оказываем, соответственно, правовую помощь. Если вы обратитесь в инспекцию, вам подскажут, какие документы нужны для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Опять-таки, это вам помогут в любой инспекции, либо по телефону справочной службы, соответственно, транслируется вам телефон справочной службы. Это единая федеральная служба, в принципе, многоканальные телефоны, которым на любой интересующий вопрос вам помогут ответить. Либо вас соединят, соответственно, с соответствующей инспекцией, с соответствующими специалистами. С точки зрения уплаты налогов, я думаю, рисков, в принципе, никаких. Ну да. Кстати, вот этот телефон многоканальный, он в течение эфира у нас выходит строчкой бегущей, поэтому можете его записать, пригодится. Вы упомянули выездные проверки, я знаю, что вы какое-то время занимались именно этим направлением. Скажите, в каких случаях вообще они проводятся? Что там выявляется? Как увеличивается собираемость налогов после таких проверок? И, наверное, тоже немаловажный вопрос, что грозит неплательщикам? Ну, я на самом деле не только занимался, я сейчас занимаюсь правильно, еще и выездными налоговыми проверками. Если вам говорить, в принципе, о проценте тех организаций, которые на них проверяются, то от общего числа стоящих на учете это менее 1%, и количество это постоянно снижается. Причем эффективность, соответственно, самих этих проверок, она растет. То есть, если вам интересен общий объем поступлений, по результатам выездных налоговых проверок за один год, это порядка поступлений, я говорю, это порядка 4 миллиардов рублей. Да, хорошая цифра. При этом, при том, что проверок проведено по области всего чуть больше тысячи. То есть, ну, если примерно рассчитать, там эффективность одной проверки у нас составляет порядка 6 миллионов рублей. Я хочу, чтобы люди как бы тоже не были шокированы цифрами, что прежде чем к вам пойти, там проводится широкий комплекс мероприятий, там есть концепция, есть тема планирования общедоступная. Соответственно, если плательщик честный, он везет бизнес честный, соответственно, от уплаты налогов не уклоняются, к нему никогда не придут. Сейчас в распоряжении налоговых органов есть разные, скажем так, системы, которые в автоматизированном режиме позволяют выявлять там взаимоотношения с фирмой над однодневками. Которые, соответственно, если у вас выявлена однодневка и взаимоотношения с ними, то, соответственно, вам придут до начисления налогов, это может быть практически уверенным. По поводу ответственности, то, ну, я не буду рассказывать про процедуру, там, про выставление требований и так далее, и так далее, но могу сказать, что у нас по этому году уже есть три приговора с реальным решением свободы. То есть в Уголовном кодексе есть статья о клонении от оплаты налогов как физическими, так и юридическими лицами. А можно сказать, что у юридических лиц ответственность выше намного, чем у физических лиц? Или нет? Да я бы не сказал. Так же примерно, как у физических лиц. Не платить налоги опасно всем, скажем так. Вот что будет вот самое опасное? Вот как, я даже слышал, что сейчас вычисляются из, там, из пенсии зарплат налоги. Это же как-то может ситуацию, в принципе. На самом деле, да. То есть если вы налог в срок не уплачиваете, соответственно, в этом году, это 1 октября, то есть вот тем процентам, которые у нас недоплатили, им уже начисляются пени, начиная со следующего дня. Пени рассчитываются исходя из ставки рефинансирования. Соответственно, потом, вот сейчас формируются требования, направляются налогоплательщикам. Как бы это последний шанс налогоплательщику уплатить все-таки налог, уже, правда, с пенями, но до передачи судебным приставам. Впоследствии, соответственно, материал по всем должникам передается судебным приставам. И да, судебные приставы потом могут у вас вычитать, соответственно, из зарплаты. А может быть, даже такая вот мысль крамольная у меня, даже может кто-то дождаться специально, чтобы не ходить, не платить, там нет интернета, дождаться, что вычтут у тебя из зарплаты, и ладно. Ну, просто, просто... Но там будет уже сумма дождаться. Это надо понимать, там будет сумма с пенями, с издержками приставов, с судебными издержками и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, не надо ждать, надо пойти и заплатить. Следующий вопрос, последний, очень коротко. Купила квартиру два года назад, она меня не устраивает, я хочу купить другую. Эту продать. Буду ли я платить в таком случае имущественный налог? Квартира два года назад куплена, не устраивает. Ну, если квартира куплена, к примеру, за миллион рублей, а вы хотите ее продать за миллион триста через два года, то да, через трехста тысяч заплатите 13% налога на доходы. Но если у вас квартира пробудет в собственности более трех лет, соответственно, вы платить не будете. Если вы эту сделку захотите провести, к примеру, в шестнадцатом году, купить новую квартиру и в шестнадцатом году уже ее продать. То есть, ну, я хочу сказать, что с шестнадцатого года срок вот этот трехлетний, он меняется на пятилетний. Понятно. Все, наше время подошло к концу. Спасибо большое за такую подробную информацию о налогах. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»